В Британии судят пятерых человек по делу о шпионаже в пользу России. Как пишет BBC, подсудимые граждане Болгарии в возрасте от 29 до 45 лет. Из них две молодых женщины. По версии обвинения, Орлен Русев и его сообщники занимались сбором информации о неназванных людях и целях, которые представляли интерес для России. Утверждается, что данные должны были помочь российским спецслужбам осуществлять некие враждебные действия. Согласно статье, на первом заседании подсудимые молчали, назвав лишь свои имена и даты рождения. О процессе рассказывает юрист Владимир Гладышев. Две волны интереса с прессы к этой истории. Первая была, когда их только вот задержали. Просто объясняют, что это болгары, которые работают на русских. И кошмар-кошмара, еще одна шпионская русская сеть в Англии. Ну там болгары, конечно, какие-то странные были, и они занимались странными делами. Не были похожи на джеймсов-бондах. Ну вот это как-то затихло. И сейчас пишут уже более сдержанно, просто в связи с началом процесса над ними. Дают фактуру, но и напоминают, что вот они шпионы на русских. И подчеркивают две вещи. Во-первых, что они занимались похищением всяких там данных персональных. Видимо, для того, чтобы их передавать настоящим шпионам, нелегалам. Так подразумеваете. И второе, это вот новая вводная, которая буквально вот в сегодняшней газетке появилась, что они занимались подготовкой к похищениям людей. Каких людей, для чего им это надо было похищать, это не объясняется. Просто вот так зловещо достаточно, что они занимались подготовкой к похищению людей. Все это попадает вместе, грубо говоря. Вот тот режим, в который попадают террористы и так далее. Дорожение национальной безопасности. Все это очень серьезно. То есть может грозить это людям там, ну 25-30 лет, это легко. Юрист Владимир Гладышев руководителем гипотетической шпионской ячейки и британское обвинение считает некоего человека, известного как Ян Марсалек. BBC указывает, что так зовут бывшего операционного директора немецкой платежной системы Wirecard, которая обанкротилась в 2020 году. Тогда же Марсалек был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. По версии издания Spiegel, бизнесмен бежал из Австрии в Белоруссию, а потом в Россию. Российская сторона начала процесса над гражданами Болгарии не комментировала.